привет дорогие друзья сегодня я делаю пироженки они внутри с клубничным муссом на нежном таком бисквите извиняюсь за качество фото фотографировали уже непосредственно когда подавали на стол потому что времени уже абсолютно не было и вот такие вот остались только фотографии больше других нет к сожалению пироженки очень очень вкусные очень нежные муж сказал что очень похожи на бонжур кто пробовал поэтому давайте я расскажу о том как я их делаю для начала я взяла клубнику клубника у меня была свежемороженая я ее оставила для того чтобы она у меня разморозилась поэтому клубнику пока отставляем нам нужно будет где-то 300 350 грамм клубничного пюре теперь буду использовать и вот такую вот силиконовую форму данная форма мне пришла с сайта new chic я давно хотела именно эту форму она мне здесь на 5 ячеечек бывает еще на шесть них можно делать все что угодно можно делать прекрасный декор карамельные всякие шары шоколадные шары но я буду делать именно в этот раз такие пироженки очень вкусно можно делать здесь и муссовые десерты я думаю что эта форма очень крутая кому будет интересно я оставлю ссылочку на данную форму внизу под описанием я буду покрывать свою форму кандурином для того чтобы мои потом пироженки были золотистого цвета если вам не нужно будет замораживать то есть вам нужно будет для декора какие-либо шоколадные шары то он будет более золотой цвет получается так как у меня пирожные которые непосредственно будут в морозилке некоторое время хранится у меня и ждать своего часа и потом когда я их достала уже они немножечко покрылись конденсатом и цвет был не настолько яркий и насыщенный как мне бы того хотелось возможно он тоже был золотой но не вот такой вот прям блестящий и золотистый как вы сейчас его видите а если вы будете использовать без заморозки то я думаю что вот такой вот цвет он и должен остаться на ваших шарах потом покрыла я полностью свою форму вот такая вот красота у меня получилось блестит безумно прямо мне очень нравится и теперь буду покрывать свои шары шоколадом я взяла самый простой обычный белый пористый шоколад растопила его в микроволновке по секунд там 15-20 перемешивая для того чтобы он у меня не перегрелся и буду уже покрывать внутри свою форму этим шоколадом шоколад можно было взять любой темный но у меня задумка такая как бы с белым шоколадом раскладываю свой белый шоколад на эту форму для покрытия у меня ушло где-то 90 грамм белого шоколада немножечко конечно сбежала оттуда во поэтому может чуть чуть меньше даже но я плавила 90 грамм плитки у меня просто были по 90 грамм и вот так вот вращая эту форму покрываю полностью для того чтобы все края у меня были полностью покрыты белым шоколадом где она не хочет у меня упорно сбегать немножечко помогая ложкой стараясь не задеть низ чтобы моя картинка как бы золотистая нигде не потерялась и вот полностью покрытый свой шоколад можно отправить в холодильник для того чтобы хорошо схватился белый шоколад и уже был готов у меня к использованию лишнее мы даем вот так вот переворачивая форму сбегать и убираем лишнее ножиком я буду печь очень легкий бисквит это белковый такой нежный бисквит использовать я буду только белки здесь победителя начала взбивать белок со щепоткой соли после того как у меня с белок сбился я добавляю сюда сахар и ванильный сахар до полного растворения сахара взбиваю свой белок теперь я растворила здесь сливочное масло и у меня в тарелочке оставался еще немного белый шоколад после покрытия моих шаров поэтому растопила его вместе и буду добавлять в свою белковую массу можно сюда добавить сгущенку не вареную тоже будет очень вкусно можно добавить 50 на 50 сливочное масло и сгущенку либо сливочное масло и белый шоколад это просто придаст именно вкус нашему бисквиту так как он у нас без желтков у вас я думаю тоже как и у меня часто остаются белки после разных десертов кремов и поэтому данный бисквит я думаю что подойдет замечательно для использования именно этих белков белки я брала те которые у меня были из морозильной камеры добавляем муку и вот так вот венчиком начинаю просеивать как бы снизу вверх проворачиваю и пропускаю свое тесто сквозь венчик для того чтобы она хорошо перемешалась так как я смотрю что масса моя довольно плотная а мне нужно чтобы она у меня полностью покрыла противень и была довольно жидкая чтобы не поднялась высоко потому что мне здесь не нужен высокий бисквит я решила добавить еще немножечко молока и по перемешивать для того чтобы смесь была более жидкая буквально вы видите чуть-чуть этом грамм 15-20 добавила молока сюда и перемешиваю еще для того чтобы именно моя смесь стала более жидкой и не такой воздушной если бы я этого не сделал мой бисквит соответственно был бы выше может вам нужно будет чтобы он был у вас выше поэтому вы этого можете не делать но мне нужно чтобы он у меня был тоненький и красивый от этого он не потеряет свою легкость он будет очень пористый внутри напорки эти будут маленькие распределяю свое тесто по противню и ставлю в духовку периодически заглядываю лишь бы он у меня сильно не подгорел потому что там где очень тоненько она немножечко прихватится минут где-то на 12 15 иногда 20 при температуре 180 градусов видите там где очень тоненькие края там немножечко вон как поджарилась но я же буду вырезать оттуда в окружки поэтому мне это абсолютно не страшно моя клубника разморозилась и теперь я ее пропущу сквозь блендер для того чтобы стало однородное пюре у меня клубника оказалась очень хорошая очень ароматная прям такой насыщенный клубничный ароматный вкус не всегда после заморозки такая клубника получается но в этот раз прям очень замечательная после блендера я добавляю сюда еще грамм 100 сахара клубничного пюре меня было здесь где-то 350 грамм и ставлю на плиту на плите мне нужно буквально довести к клубнику до закипания я туда еще немножечко добавлю лимонной кислоты для того чтобы вкус был немножечко не такой сладкий тем временем еще разведу свой желатин 10 грамм желатина разведу 50 граммами воды для того чтобы он у меня набух для своего мусса клубника у меня закипела покипела одну минуту я ее отправила очень быстро остывать на балкон тем временем я буду делать по пол порции поэтому я взяла только 100 грамм сливок вообще нам понадобится 200 грамм сливок на 10-12 вот таких вот штучек и сюда добавляю еще 25 грамм сахара сливки просто так как я делал у меня форма 1 я буду делать порционную по 5 штук поэтому сливок взяла только вот половину 100 грамм начинаем взбивать сливки клубника у меня уже остыла теперь начало взбивать сливки сливки довожу до плотных пиков для того чтобы они хорошо уже держали форму и добавляю сюда уже половину где-то своего пюре я так визуально прикидываю где-то половину добавляю это в среднем у меня там около 8-7 столовых ложек получилось таких с полу горка я бы сказала но так набирается и еще раз забью уже вместе с сливками очень красивый цвет получается моего мусса этот мусс можно использовать и для тортов он очень прекрасно будет стоять в тортике никуда не потечет если вы собираете его в кольце конечно с открытым тортом вас так не получится вы видите желатин у меня набух я буду использовать опять-таки половину желатина для этой формы поэтому половину желатина я отбираю и его ставлю в микроволновку до растворения смотрите чтобы он не закипел иначе он потеряет свои свойства растворившийся желатин во время взбивания я ввожу в свой мусс и еще по взбиваю минутки две-три для того чтобы и желатин хорошо распределился тем временем формочкой вырезаю вот такие вот кружочки которые из своего бисквита вы видите как он користый красивый для своих полушаров полусфер у меня задумка такая что эти бисквиты должны лечь полностью внутрь то есть пироженка должна не стоять на бисквите а именно бисквит должен быть внутри уже в пироженке можно сделать так конечно что сама пироженка просто у вас будет стоять на бисквите тогда бисквит можно сделать побольше по диаметру но я этого делать не буду шоколад мы в холодильнике тоже уже прекрасно застыл и я распределяю свою смесь по моим полусферам можно не делать верх шоколадный а просто сделать его как муссовое пирожное то есть точно также залить вот этим вот муссом эти шары и сверху прикрыть бисквитом и потом допустим глазурью зеркально покрыть тоже будет вообще прекрасно но у меня была именно задумка вот такая вот клубника как бы в белом шоколаде чтобы это было именно как пироженка ее можно было взять в ручки укусить вот как бы мне вот так хотелось смотрю чтоб приблизительно одинаковое количество было мусса моих формах не набирают до конца мою форму потому что мне нужно чтоб там утонул мой бисквитик и вот так вот пальчиком прижимаю для того чтобы сбоку вокруг бисквита бы вылез мой мусс чтобы он сбоку покрыл бисквит бисквит я кстати пекла на тефлоновом коврике посмотрите какой ровный низ получается у бисквита очень красивый в меру поджаристый верх у меня абсолютно не поджарился у бисквита может потому что он белковый поэтому он такой светлый и вот такое вот дело я отправляю в морозильную камеру для того чтобы у меня полностью застыли мои пироженки почему делала я именно такие пироженки потому что их можно было сделать заранее и какое-то время похоронить в морозильнике для того чтобы потом меньше было у меня работы перед самим днем рождения после заморозки свои пироженки я достала распределила их по досточке уже сверху упаковала в мешочек и обратно отправила в морозильную камеру достаются они из этой формы абсолютно без проблем просто замечательно сейчас они еще после морозилки покрываются сразу конденсатом поэтому не видно как они блестят вот такие вот пироженки их можно сверху по-разному украсить размораживать их лучше в холодильнике для того чтобы не было резкого перепада температуры шоколад у вас не лопнул и соответственно мусс не потек вот такой вот она получается в разрезе очень тоненькая прослойка бисквита очень нежный клубничный мусс в белом шоколаде очень вкусно я думаю что вы тоже можете попробовать как вариация очень вкусно если вам понравился этот рецепт обязательно ставьте пальчик вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока а